На два месяца в СИЗО 75-летнему водителю фуры участнику смертельной аварии на Авидеопольском шоссе суд сегодня избрал наивысшую меру пресечения. Таким образом судья полностью удовлетворила ходатайство прокурора. Главный аргумент обвинения – подозреваемый в совершении тяжкого преступления может скрываться от суда и влиять на потерпевших. Главный аргумент обвинения – подозреваемый в совершении тяжких преступления может скрываться от суда, что свидетельствует о наивысшую ризику, предпоченном пунктом 1 статьи 1 статьи 177 КПК Украины. Кроме этого, подозреваемые до сегодняшнего времени не дали никакой помощи потерпелям, что дает представить, что наивысшую ризику предпоченную пунктом 3 статьи 1 статьи 177 КПК, а самая подозреваемая может незаконно влиять на потерпелих в криминальном проведении. Защита, в свою очередь, просила избрать водителю более мягкую меру пресечения – круглосуточный домашний арест. Пенсионер ранее не был судим, также смягчающими факторами могли стать возраст и состояние здоровья мужчины. Кроме того, защита настаивала на том, что подозрение в целом не обосновано. Такого же мнения придерживается и сам водитель фуры. Перед заправкой кто-то заезжал заправляться. Ну ладно, я чуть-чуть притормозил. Это не... И они быстренько и чухнули. А это впереди бусика шел. Или он кому-то обгонял. Там начинается чуть выше, начинается двухорядное движение. Он, видно, в эту полосу или на свалку поехал. Эй, короче, я... Что я буду? Тут 30 секунд для дела. Тут надо решать вопрос. Куда что? Я в правую рулю, быстренько, крудону. Слышал удар. Ти-дюм. Я вкуверил. Грузовую. 23 груза и 11 тара. Это 34-35 ток. И он меня вкуверил. Это с какой скоростью? Уроженца Раздельнянского района подозревают в нарушении правил дорожного движения, которое привело к смерти нескольких людей. По версии следствия, мужчина не справился с управлением. Потерял контроль над фурой и выехал навстречу. В аварии на Авидеопольском шоссе погибли двое сотрудников полиции. Еще двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Мужчинам может грозить от 5 до 10 лет лишения свободы.